Гораздо важнее не то, что произошло на саммите G20, а то, что произошло до саммита. В США продолжалась острополитическая борьба. Первая реакция Запада в целом на агрессию России в Азовском море была достаточно вялой, а трамповские заявления были ну совершенно бессвязными. Линию жестокого осуждения российской агрессии навязали в Америке другие люди, Курт Уолкер и Ники Хелли, хотя они и сотрудники администрации второго ряда, но они донесли линию, которую поддержали все члены трамповского кабинета. Трамп, когда ехал на саммит в Аргентину, повторял, что нужно встретиться с Путиным, мол, это своевременная встреча, но уже через 20 минут из самолета последовал твит об отказе. Практически все ведущие члены кабинета предъявили Трампу ультиматум. Если он пойдет на эту встречу, будут неприятные последствия. Трамп практически капитулировал перед американским военно-политическим истеблишментом, позиции которого по отношению к Украине всегда были достаточно определенными. Позитивная новость для Украины, что про тему «Трамп наш» можно забыть навсегда. Думаю, Трамп уже никогда с Путиным не встретится и вообще непонятно, сколько времени ему предоставят оставаться на посту президента США в контексте последних разоблачений. Позиция США в отношении Украины определилась. Ее очень резко в своем интервью в Буэнос-Айресе озвучил секретарь США Майкл Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис. Под ее влиянием европейцы изменили свою позицию. Можно считать, что Украина одержала большую дипломатическую победу. Произошедшее в Азовском море оценено Западом как дальнейшая эскалация агрессии и попытка аннексии всего Азовского побережья. В самое ближайшее время против России последуют санкции по самым разным направлениям. Во-первых, со дня на день все ждут второй серии химических санкций. Также и ЕС приняли решение о введении санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе. Теперь, что касается Москвы. Думаю, это событие было поворотным. Несколько лет продолжалась неопределенная ситуация российско-украинских отношений. Путин пытался разными способами влиять на ситуацию в Украине, не прибегая к явной военной агрессии, опасаясь дальнейшей ситуации. Думаю, что сейчас близкая к Путину группировка в руководстве решили идти на повышение ставок. Ожидаю, они предпримут еще какие-то серьезные провокации в отношении Украины в ближайшее время. Просто общая атмосфера в Москве такая. Обратите внимание на совершенно наглые заявления мидовской проститутки Захаровой. Они же прямо угрожали вводам российских войск в Киев и во Львов. Просто так она бы это не взболтнула. Я не говорю о том, что завтра Москва начнет наступление на Киев. Но то, что в Москве господствуют такие агрессивные настроения, требующие повышения ставок в конфликте с Украиной, это так. Но Запад к этому уже готов и, думаю, ответит достаточно жестко. Андрей Пианковский В момент относительно того, что вы спросили, не было ли мыслей относительно переноса куда-либо этих представительств, понимаете, наш буквально недавний исторический пример говорил о том, что иногда не нужен перенос, а иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств. Вот у нас, например, было генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство Министерства иностранных дел в регионе. Случается и так.